Если вы слышите этот звук, то значит мы продолжаем проходить новое начало, режиссёрская версия. Ахайо, ахайо, Казоку Фэмили Саны, с вами Казоку, и у нас тут два выбора. Либо это будет финальный стрим, либо предфинальный стрим, так что в принципе присаживайтесь поудобнее, приглашайте друзей, делайте чаёчек-кофеёчек, приглашайте друзей, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, а мы продолжим и посмотрим с того момента, с которого в прошлый раз остановились. А всем приятного просмотра. Аригато. У меня в прошлый раз нифига не было звука. Так. К повару? Ага. И чем же этот повар... повар... колоритный? Подожди, я уже всё забыл. Чего пожелаете? А что тут можно есть? В чём дело? Ни в чём. У нас есть яблочный штрудель и ракфиск. Мне, пожалуйста, яблочный штрудель. Будет немедленно подано. О, на пяти? Если он слишком холодный, брось его в микроволновку. Ммм, спасибо. Так, а есть ракфиск? Мне, пожалуйста, ракфиск. Отличный выбор. Он совсем свежий. Хм. И... Вот. Штрудель холодный. Не проблема. Давайте сюда. Да-да-да-да! Да-да-да-да! Вот! Он прям... С этим... Симарком. Штрудель всё ещё холодный. Сюда его! Хм. Та-да-да-да-да! 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 Та-да-да-да-да-да! Та-да-да-да-да-да! Валькирию напевает? Интересно. Та-да! Хм. Штрудель всё ещё холодный. Не проблема. Давайте сюда. Та-да-да-да! Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- там мост или как она там называется мне интересно подожди а а имеется ввиду вообще выйти из дверей да смысле закрыть не открыть и выйти вот это имелось ввиду а ну-ка опа на я думал я отправил вас в вашу комнату вам нужно прилечь я знаю но почему почему у вас во время обследования кровь ртом шла вот почему вы больны вам срочно нужен покой я не больна я совершенно здорово вовсе нет у вас ртом шла кровь это дурной знак что-то не так с вашими органами пока мои подозрения подтверждаются я прописываю вам постельный режим или мы исходим из того что я здорова мне нужно сделать кое-что важное можно пройти мне очень жаль но я за это нести ответственность не желаю вы больны вам нужен покой но ведь куда идти и куда не идти это исключительно мое дело пока я ваш наблюдающий врач нет клёвый врач а что находится с другой стороны моста остальная часть платформы рабочая зона исследовательская станция это места в которых больному человеку делать абсолютно нечего я что больной выгляжу нет но вы больны вы что обессилить должны прежде чем мне поверить обессилить а без должного ухода вы можете даже умереть что когда я не знаю пока вы производите неплохое впечатление но как говорится ничто не вечно тогда я должна еще немного продержаться так на третий этаж нам тогда я пойду я думаю только о вашем здоровье так а на третий этаж плане так а это наверно вот это я понял подожди обратно вернуться вот это я хочу со швейцаром поговорить чё он скажет эй извините но вам нельзя входить почему презентация проводится только для инвесторов и персонала платформы почему бы вам не пойти в столовую что-нибудь съесть тогда я скажу доктору свэнсон что вы там я лучше осмотрюсь тут спасибо как хотите так эта дверь закрыта алло эй лу пока оставайся на линии ладно о приветики что я могу для вас сделать ты радист ахо минуточку ты же прибыла сюда с бентом свэнсоном верно да а что вы родственники или как он твой дядя а а тебе зачем ну просто так мне нужно идти до скорого понятно это чел толком ничего не сказал да тэкс тэкс окей оги а подожди минуточку дельвин это фэй ты меня слышишь дельвин что там с этим нападением нападением оги что ты сделал с антенной я ее собрал прямо как ты мне и сказала а почему она тогда не работает может быть она просто слишком слабая но это точно не моя вина честное слово а что может помешать сигналу другие сигналы какие-нибудь волны но что за волны может быть другие радиоволны космические волны мозговые вибрации мозговые что ну это телепатия у вас в будущем ее нет нет откуда мне знать что это за волны так что там про волны помех поищу устройства которые могут излучать электромагнитные волны и выключи их как мне увеличить мощность излучения нет ничего проще ищешь антенну потолще и цепляешь ее у меня даже кабель есть для подключения хочешь отдам о да пожалуйста но только не стоит ждать слишком многого он слишком короток иногда плохо контактит и вообще я просто положу его сюда спасибо большое что ты такое делаешь я читаю гамма луч против ядерного мальчика последний бой хочешь тоже почитать там же только картинки но именно в этом весь смысл тексты картинки в идеальном симбиозе это же просто разрыв мозга называется комиксы дома у нас тоже есть комиксы с их помощью мы объясняем детям как можно выжить в случае взрыва реактора они после этого обнаруживают в себе сверх силы и побеждают разных злодеев не совсем жаль хе-хе хе-хе ого ты сам собрал темпоральную антенну ага вообще не проблема давно хотел посмотреть на крошку в действии надеюсь я нигде не ошибся все шло как по маслу пока я не дошел до кубиков не ну блин кому такое могло в голову прийти точно хе-хе кубики просто кошмарны спасибо за помощь эээ да не проблема так ты видел бента а он разве не на презентации вместе с тобой один из ваших медиков остановил меня и теперь меня туда не пускают надеюсь все пройдет хорошо о я не сомневаюсь доктор свэнсон как-нибудь справится может быть они как раз сейчас отмечают его триумф и забрасывают его конфетти эээ да может быть еще раз как подключить свою антенну к антенне поп и все да увидимся ага подожди а к чему подключить а а ну-ка подожди мужик короче да мешает он трепется да да а ну-ка ты сейчас что то передаешь а зачем тебе ты не мог бы ненадолго прекратить передачу ты моему сигналу мешаешь а вы с бентом коллеги верно нет то есть не коллеги я так подумал потому что вы вместе приехали ты не мог бы ответить на мой вопрос само собой а можно его повторить как вы познакомились прерви пожалуйста передачу ты мешаешь моему сигналу эй это же всего лишь один безобидный вопрос мне нужно связаться с одним другом но твой радиосигнал мне мешает поэтому не мог бы ты освободить мне канал боюсь ничего не получится я как раз разговариваю с лу с соседней нефтяной вышки нам нужно обсудить очень важные вещи и сколько еще вам нужно нам нужно до обеда а когда обед только что начался но мы с лу тут просто языками сцепились я же не могу просто так встать и уйти ты и свэнсон вы с ним не коллеги и не родственники я принесла тебе пакет с едой ого правда что ли ракфиск приятного аппетита ого мое любимое блюдо эй лу мне нужно закругляться обедать пора потом расскажешь я тут от голода сгибаюсь до скорого ммм вкуснотища кажется он совсем про меня забыл тем лучше так подожди контэнни 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 а а а вот подожди ммм ящик ящик от двери подожди ящик от посадки пяти метровый кабель для антенны возьми Этот кабель может оказаться полезным. Кабель слишком короток. Так, подожди. А-а-а. А ну-ка, подожди. Соединить. Отлично. В принципе, я бы сказал, даже логично. Отлично, логично, вот. Привет, Оги. О, эй, ну, что я могу для тебя сделать, Фэй? Ага. Так. Логично, что нужно пилку засунуть... Пилка идеально влезает в штрудель. Хорошо. Будем тогда действовать логично в Саталовую. Погнали. Что? Да я просто зайти, блин. Что-то она не сразу поняла. Сюда его. Ну, давай. Может быть, хватит петь? Да что вы понимаете в музыке? Ммм. Ха-ха Так Ладно Чувак, ценитель музыки Так, подожди, а как нам с ним связаться по этой? Сначала мне нужно синхронизировать рацию с антенной, установленной на вертолете Огги Подожди, а как ее использовать? Сейчас должно получиться Внимание, внимание, говорит радистка Фэй Дельвин, это ты? Пожалуйста, не бросай меня Прошу, прошу, прошу Привет, Фэй Са? Сади? Так Я Очень рад, что смог убедить вас Во время презентации Должен признать, результат немного удивил и меня самого Значит, это был очень приятный сюрприз для нас всех Уверяю вас, господин доктор Вы полностью нас убедили Дорогая, прошу тебя, давай не будем слишком торопиться Надо же и самим протестировать бактерию Поэтому я предлагаю нашему доброму доктору как можно быстрее передать нам образец своей замечательной водоросли И если все пойдет хорошо, из чего я и схожу, независимые исследователи смогут без проблем воспроизвести результат И наша неограниченная поддержка вам обеспечена Или есть какие-то проблемы? Пусти меня, я должна пройти к Бенту Свенсону Мне кажется, число ваших поклонников растет с каждой минутой, мой дорогой доктор Мне нужно с ним поговорить, пожалуйста Простите меня Сюда, быстро! А теперь спокойно Скажи, как все прошло? Что? Водоросль Удалось убедить инвесторов? Ха! Они были очень увлечены этой идеей О, хорошо Да, одной проблемой меньше Но займемся вами Вы очень сильно запыхались Что произошло? Я получила звонок от Дельвина И что? Связь была кошмарной, но мне показалось, что он хотел нас предупредить Кто-то планирует нанести удар по нефтяной платформе Вы в этом уверены? Не на все сто Но вполне может быть Он еще что-нибудь сказал? Нет Нет, это все А еще какие-нибудь новости вы узнали? Еще новости? От кого? От Сальвадора А, нет Я только что-то от Дельвина услышала И, как я уже говорила Только мельком А вы от меня ничего не скрываете? Нет С чего ты взял? А, ладно Не обращай внимания Это где-то недалеко от этого инвеса Я уже повсюду вижу заговор Ну да Мало ли что Точно Боюсь, у нас появилась совсем другая проблема Кто-то пытался помешать презентации Что? Зачем это кому-то нужно? Я не знаю Но он сделал все для того, чтобы генератор во время презентации сработал неправильно И сама водоросль была куда слабее обычного Но инвесторам все равно понравилось Да Это было нетрудно Я просто попросил принести экземпляр получше Я предлагаю вам попробовать побольше узнать об этом ударе Пока я расследую произошедшее с водорослью Хорошо Звучит разумно Вы в самом деле от меня ничего не скрываете? Нет, а ты? Нет Ладно, тогда увидимся Тогда удачи Саади, прошу, ответь Бент говорит, что инвесторы довольны Видимо, ты ошиблась Че? Это что значит? Добро пожаловать назад, Бент Прекрасное шоу Честное слово Надеюсь, ты не пробудил ни у кого ожиданий Которые ты в будущем не сможешь оправдать Привет, Дюф А Дюф и че? Статистику на стене А где она? Ой Количество водорослей за последние два месяца постоянно падало Но почему? Тикс А где? Так, подожди Ну давай Кухонная рукавица А где это? Угу Тряпка это кухонная рукавица Гениально Так Окей Поговорим с Дюом тогда Мне очень жаль Я не хотел выставить тебя в глупом виде Если ты ищешь Лису, она в лаборатории Дорогу наверняка найдешь сам Ты все еще злишься на меня? Конечно, злюсь Если бы родная семья была для тебя важнее, чем судьбы планеты Ты бы мог ее сохранить Метта никогда не говорила мне, что была больна А как она могла сказать? Тебе же вечно не было рядом Ты даже кровотечения из носа не замечал, когда они начались Ты не подхватывал ее, когда она теряла сознание Ты ее даже в больницу не отвез, когда уже было слишком поздно Она же могла просто мне сказать Но она не сказала Потому что думала, что ты и сам заметишь Да, не повезло Дюв, мне очень жаль Приятно это знать Еще что-нибудь? Ну и как складывается жизнь руководителя исследований на станции Атлас-11? А ты как думаешь? Отвратительно Не могу поверить, что я действительно хотел стать таким, как ты На тебе лежит большая ответственность Будущее мира зависит от твоих исследований Но будущее мира — это не мое будущее Не хочу кончить, как ты, отец Я хочу, чтобы у меня была жизнь и семья А вместо этого я торчу здесь Ты так ненавидишь свою жизнь Да Сэляви Такая вот штука Водоросль, которую ты показывал, была хуже некуда Думаю, я заслуживаю объяснения Ты ошибаешься Это образец нашей самой производительной культуры Не верю В мое время водоросль могла куда больше, чем эта Мне кажется, ты сам себя обманываешь Намного сильнее она никогда не была Но она была сильнее И она убедила инвесторов и без моего участия Как знаешь Еще раз, что не так с водорослью? Давай посмотрим Никто ей не интересуется Она не находит рынка сбыта Связанные с ней исследования чертовски дороги И никто за нее больше не хочет платить Но сейчас у нас же появился потенциальный инвестор Пока не обнаружится твой обман Обмана не будет, если ты мне расскажешь, где настоящая водоросль Настоящая, ага Понятия не имею о чем-то Я же просто хочу узнать, что случилось с моей водорослью Именно в этом проблема и заключается Это больше не твоя водоросль Теперь за дело твоей жизни отвечает твой сын А нравится это кому-то в этой комнате или не нравится Роля уже не играет Тебе здесь больше нечего делать Вот гад До скорого Так, подожди А, попасть можно так Так, ну у нас только шмотки А-а-а Вот как это работает Немного болтается Неужели никто не следит за тем, чтобы эта штука не развалилась? Так намного лучше Так А-а-а А где спуск... А, спускаемся вниз, имеется ввиду Вот это что ли, да? Вторую дверь Ага Ха-а-а Бу Так не умело меня за последние два года никто не пугал Привет, Бэнд Рада тебя видеть Прикольная девка Музыка прям прикольная Дюв меня ненавидит Я знаю Он все время обвиняет тебя в смерти Меты И он в этом прав Она была больна, Бэнд И ничего тебе об этом не говорила Потому что знала, что я никогда не оставлю работу ради нее Наоборот Ты бы все ради нее бросил А такую ответственность она брать на себя не хотела Видимо, тяга к самопожертвованию Это ваша семейная черта Что случилось с водорослью? О чем ты? Я был на презентации для инвесторов Представленная вами водоросль была кошмарной О, Бэнд Ты преувеличиваешь Ты знаешь, как мне было стыдно Я могу понять, что ты чувствуешь Но... Пожалуйста, не влезай в это Но... Поверь мне Так будет лучше для тебя Не влезай Лиса Что здесь произошло? Ты же что-то от меня скрываешь Бэнд, прошу тебя Мы же это уже обсуждали Никто не виноват в сложившейся у нас в данный момент ситуации Нам просто не везет Я это еще выясню Прошу тебя, оставь это Я же просто о тебе беспокоюсь Что-то они не договаривают Ты говоришь, что я тут больше ни за что не отвечаю Ты знаешь, на кого ты похожа? Нет, Бэнд И на кого же я похожа? На моего психотерапевта Как удачно Доктор Лиса Хинрикс Официальный психотерапевт семьи Свенсенов Да, что-то в этом есть Это правда Я больше не отвечаю за исследования Но ведь я создал весь этот проект Я заслуживаю ответа Если ты был на презентации Ты и так его знаешь У нас больше нет денег Это означает, что нет новых приборов Ремонта И квалифицированных сотрудников А ухудшение условий работы Означает снижение результатов уровня инвестиций Замкнутый круг Какое отношение имеют деньги К снижению производительности водорослей? Мы работаем под огромным давлением В катастрофических условиях В таких условиях иногда совершаются ошибки Среди прочего от этого страдает и водоросль Давай поговорим о чем-нибудь еще Да, будет лучше Как дела у Дюва? Лучше сам его спроси Когда я с ним разговариваю Он меня только обвиняет Ай, да не слушай ты его Мне кажется, ему куда лучше Чем он пытается показать Он ненавидит эту платформу И свою жизнь на ней Если бы это была правда Его здесь давно бы уже не было Не волнуйся Я просто заглянул посмотреть Все ли в порядке Ага Ага, что? Старый пенсионер что Даже не может посетить Свою давнюю коллегу? Конечно может Только я знаю тебя достаточно давно Чтобы понять Что это не единственная причина Но я дам тебе возможность Приятно меня удивить Я вижу, ты занята Пообщаемся потом Важно, что мы пообщаемся Почему бы нам попозже Не встретиться на кухне И не приготовить чего-нибудь Скажем, через два часа У меня как раз смена закончится Хорошо Прекрасно Я очень рада Шкаф подожди Этот халат кажется мне подозрительно знакомым Так я и думал Это мой старый халат Что? Я и подумать не мог Что он все еще у вас Сентиментальным становишься Дюв иногда его надевает Когда уборку делает Хм Хм Так Осмотреть надо халат А это еще что такое? Один из моих старых образцов водорослей Что он тут делает? Прочитать очень сложно Но тут моим почерком написано Ди-54-Эйч Ди-54 Вот она, моя дельта-водоросль Наша самая производительная культура Не понимаю, почему Дюв не показал ее сегодня? Ха О, сейчас тут начнется геморроя Так, подожди Это имеется в виду сюда, что ли, пойти? Подожди Экс, архивный шкаф, обыскать Посмотрим Где папка Ди-54-Эйч? Эй Би Ди-32 И Пятнадцать А вот тут Снова Эй Какой бардак Очевидно, это будет длиться дольше, чем планировалось Проклятие Я прочесал весь шкаф три раза и не нашел и следа папки Ди-54-Эйч Ну где же она тогда, черт бы ее побрал Так, окей Значит, надо поговорить снова с бабенкой, да? Лиза Лиза Да Ты не видела папку с данными по дельта-водоросля? В чем дело? Ты еще и десяти минут не провел в лаборатории и уже копаешься в старых бумажках Так папка у тебя или нет? Нет И я советую тебе не искать ее Просто доверься мне Так будет лучше для тебя До скорого Пока, Бэнд Понятно Устройство связи А Окей Интерком все еще работает? Да, но с его помощью с материком связаться не удастся Кому ты собираешься звонить? Сейчас увидишь Так Куда позвонить? Приветики, Лиза Это не я Это Бэнд О, доктор Свенсон Очень приятно вас слышать Что я могу для вас сделать? Я хочу, чтобы вы позвонили кое-кому И кому же? Позвоните моему сыну И что ему сказать? А Скажите ему, чтобы подошел в лабораторию Ясно? Зачем ты его вызываешь, если он рядом? Доктор Свенсон Он сказал, что у него сейчас обеденный перерыв И он не видит ни единой причины его прерывать Но вас наверняка обрадует, что он стоит прямо рядом с вами Почему бы вам просто не подойти к нему? Все понял, спасибо Видишь? Я не одна такого мнения придерживаюсь Да-да, я знаю Я знаю Я могу сделать для вас что-то еще Ох, это все бессмысленно Пусть все будет как есть Если передумаете, скажите До скорого И где кухня Так я и думал Закрыто Так, окей А Понятно Даже если бы у меня был ключ к двери Я сомневаюсь, что нашел бы за ней что-нибудь полезное Так И с Дювом поговорить, да? Дюв, я... Что? Где папка с данными по Дельта-водоросли? Если ее нет в общем шкафу, тогда я понятия не имею А что случилось с самой Дельта-водорослью? Это должно быть написано в папке Жалко, что она пропала Прекрасно А-а-а-а До скорого Ну? Сначала нужно спустить воду Вода спущена, можно выгружать Давай Это в самом деле полотенце золотистого цвета Какая безвкусица Отель Ле Комп Дюруа Барселона Пять звезд Боже мой А это как сюда попало? Здесь никто не сможет себе позволить пятизвездочный отель Пахнет как только что постиранное белье По той же причине оно еще насквозь мокрое Чувак, твое полотенце Не понимаю Откуда у тебя деньги на такой дорогой отель? Это, черт побери, не твое дело Я думал, у вас больше нет денег А ты просто так едешь в пятизвездочный отель в Барселону Это моя личная жизнь, понятно? И она тебя совершенно не касается Так что убирайся! И никогда больше не появляйся Короче, сынок Профугал все бабки, что ли, походу, да? Окей А что тут делает это полотенце? Оно принадлежит Дюву В самом деле был в пятизвездочном отеле Ты себе же такого ни один нормальный человек позволить не можешь Бэнд? Что? Если ты хочешь что-то узнать о своем сыне, спроси лучше его А если он мне ничего не рассказывает? Тогда, возможно, это тебя не касается Гениальная логика Есть спальная комната Ну ладно, подожди Барни у аппарата? Это я, Бэнд А, старый рубака Хорошо, что позвонил Я хотел спросить Как долго ты собираешься оказывать нам честь своим присутствием? Этого я пока сказать не могу Не вопрос, но если сообщишь мне заранее, я организую тебе транспорт и ночевку на материке В зависимости от того, куда ты захочешь добраться Спасибо, барни По поводу моего отъезда Забронируй мне, пожалуйста, отель Полагаю, ты хочешь попасть на конференцию, о которой говорила Фэй Могу порекомендовать тебе Grand Welcome Inn в центре Осло Или Garden City Hotel, недалеко от Ботанического сада Забронируй мне номер в Le Comte de Rois в Барселоне Ты в этом уверен? Да Я питаю слабость к такаденским пятизвездочным отелям Я же не об этом Джуруа – это очень своеобразный отель Публичный дом, что ли? Нет Он, конечно, специализируется на мужчинах Но это не бордель Скажем только, что большинству сотрудников станции было бы там несколько неуютно Но Дюву там понравилось Не буду я вмешиваться Пусть Дюв тебе все объяснит или выясни все сам Я могу тебе чем-то еще помочь? Есть что-нибудь новое от инвесторов? Они все еще не в состоянии осознать, что ты им показал И я, честно говоря, тоже Это же не водоросль все это сделала, верно? Нет, конечно, нет И о чем ты только думал? По-другому было нельзя Индес хочет купить водоросль и уничтожить ее И у него бы это получилось, если бы я не вмешался в презентацию Но обман раскроется, и никто никогда больше не доверит нам денег Инвесторы, возможно, и не доверят Но сейчас нам необходимо лишь выиграть время Сейчас значение имеет только комиссия ВОСЛА И именно по этой причине я здесь Мне очень жаль, Бент, но я не могу последовать за тобой Все в порядке Главное, что ты мне еще доверяешь И, ээээм... Пожалуйста, не рассказывай ничего, Фэй, о моем маленьком фокусе То есть ты все-таки чувствуешь вину? Скажем, она слишком высокого мнения о нас И я не хочу ее разочаровать Да ты, похоже, вляпался Я знаю А сейчас давай, пожалуйста, сменим тему Вообще-то я хотел просто немного поболтать Мы же как-никак долго не виделись Слушай, я тут пока немного занят с инвесторами Но как только я закончу И последний владелец костюма покинет остров Я к вам подойду Как тебе? Отлично Прекрасно До скорого Хорошо, увидимся Так, идем наверх О, он все-таки здесь А, подожди Я же сказал Проваливай Успокойся Я же просто хочу спросить Спрашивай А потом исчезню уже, наконец, до конца своих дней Терпеть не могу, когда кто-то лезет в мою личную жизнь А... До скорого Бент Ты не мог бы закрывать двери в наши частные комнаты Мне кажется, тебе здесь делать нечего Конечно же, мне есть что здесь делать Здесь когда-то была моя спальня Верно Но после того, как ты покинул нас Твоих пожитков тут больше нет Я за этим лично проследил А теперь, пожалуйста Закрой дверь Иначе я скандал подниму Так, стоп, подожди А, снова про полотенце, что ли Ее спросить, эту девицу Это... Очень странно А что тут делает это полотенце? Оно принуд... В самом деле, для себе же... Бент, если ты... А если он мне... Тогда возможно... Да, блин Лиса? Да До скорого Пока, Бент Такас А что я мог пропустить? Барни у аппарата? Это снова я Эй! Что пошло? А что там с этим отелем? Это самый обычный отель И в нее не входишь Ни ты, ни я Ни Лиса, ни док А тюф Входит А что там с этим отелем? Это самый обычный отель И в нее не входит... А тюф По поводу... Да нет... Как хочешь До скорого Хорошо Так, подожди А... С радистом? Ну, давай Доктор Свэнсон У аппарата Я хочу, чтобы... И кому же? Позвоните мы... И что ему сказать? Скажите, чтобы под... К радиорубке А зачем? Потому что вы получили сообщ... Я получил? Да Скажите Он оставил в отеле в Барселоне свою кредитку И из отеля хотят узнать, куда ее отправить Будет сделано Тебе не кажется это несколько нелепым? Разыгрывать по телефону собственного сына? Скажите, пожалуйста, этому отелю Что я пользуюсь дорожными чеками Черт бы их побрал Хорошо Я передам Это все? Звонил его друг Будет сделано Как ты узнал, что Дюв гей? А, Бент Ну не смотри ты так Вы ведь даже о погоде не разговариваете И с какой радостью ему рассказывать тебе О своей сексуальной ориентации? Но я бы это принял Я что же, совсем ничего не знаю о своем сыне О, он идет сюда Что ему сказать, когда он подойдет? Скажите, что его отец по нему скучает О, ну ладно Надеюсь, он не разозлится О, еще как разозлится Отлично Теперь можно зайти в спальню, да? Эм Просто поднимись Единственное, что у меня после всего этого осталось Угрызение совести Я это делаю неохотно Но у меня нет другого выхода Ага Неужели это потерянная папка? Хм Это странно Записи оканчиваются 20 февраля этого года Либо остальные данные записывались куда-то еще Либо исследования по D54H были приостановлены Но в этом нет никакого смысла Зачем кому-то браковать нашу лучшую водоросль? Окей Что-то мы узнали Так, я надеюсь, документы взял Вроде да Так А ну-ка, рассказывай Что случилось 20 февраля? Почему остановили работы по изучению дельта-водорослей? Бент, тебе этого лучше не знать Два года назад я чуть было до смерти не уработался над этой водорослью Так что мне, конечно же, лучше знать Произошел несчастный случай Авария? Да На станции случился пожар Вся культура была уничтожена А что с образцами? Вы же наверняка взяли образцы заранее Нет, произошла ошибка Я думала, что в тот день забрать экземпляры должен был Дюв А он думал, что тогда была моя очередь Дурацкое недоразумение Недоразумение Ты куда? Не хочу тебя ни в чем обвинять Но что-то тут не так И я не успокоюсь, пока не выясню, что Почему ты меня не слушаешь? Это был несчастный случай Окей Саади, прошу, ответь Бент говорит, что инвесторы довольны Видимо, ты ошиблась Нет, Фей Я не ошиблась Водоросль слишком слаба Она не может спасти мир Но даже инвесторы были убеждены Ты не видела того, что видела я Я просто не могу в это поверить, Фей Мы совершили большую ошибку Что случилось с Адей? Я не узнаю тебя Что произошло? Я застряла в каком-то времени, которое я не понимаю Мои друзья мертвы И я совсем одна У меня много времени подумать Что ты имела в виду, когда говорила, что мы совершили ошибку? Я имела в виду план Феникс Но ведь план Феникс хороший Мы спасаем мир от разрушения Делвин говорит, что в Сан-Франциско вы убили какого-то выжившего Это... это сделал Сальвадор А в Осло штурмовали какое-то здание И брали заложников Без этого было не обойтись Иначе нас не стали бы слушать Где бы мы ни появились Мы приносим одни только беды Или ты смогла достичь хоть чего-то, не прибегая к насилию Я убедила Бента помочь мне Почему у тебя такие сомнения в нашей водоросли? Потому что это не наши водоросли Я была в одном архиве И там видела одну статью в газете Исследования норвежской водоросли приостановлены Миллионы вложены в бесполезное исследование Водоросль Бента Свенсона оказалась такой слабой Что в нее не верили даже сами ученые Но я не понимаю Бент Свенсон Тот самый Свенсон Я же даже бар не видела И врача Они все верили в Бента и его исследования Признай это, Фей Бент Свенсон просто неудачник Не стоит вселять в него надежду Во как Почему ты так часто кашляешь? Я не знаю Кашель становится все сильнее Но ничего страшного Рано или поздно мы все умрем Боже мой, не говори так Достань свою аптечку и проведи сканирование Может быть, ты просто простыла Может быть Это просто ерунда какая-то Ты, наверное, просто ошибаешься Фей, прошу тебя Ты должна меня послушать С самого начала нашей миссии Мы приносили людям лишь смерть Это словно проклятие Все умирают Хватит так верить в ту водоросль Просто убирайся с платформы Иначе Бент Свенсон умрет Прошу тебя, Сади Если ты моя подруга, доверься мне Водоросль достаточно сильна А Бент Свенсон наш спаситель Так как водоросль-то умрем Сади? И все у вас На пропуске Сади Сади О нет Что опять не так? Все не так Так Ну че, погнали Ага А швейцар свалил Че? Еще какая-то локация О нет! Антенный кабель отцепился Давай Разве морской воздух не прекрасен? К нему привыкаешь Вот что я вам скажу Наслаждайтесь, пока еще можете Завтра вы будете далеко отсюда И обеспеченным человеком В Рио Или в Нью-Йорке Лично я предпочитаю Касабланку Мне все равно Главное подальше отсюда Мне до чертиков надоело ежедневно рисковать жизнью ради этого Свенсона Только на прошлой неделе мне машиной чуть руку не оторвало Такое случается Сегодня всей платформе руку оторвет Еще раз Чтобы вы не забыли Водоросль должна исчезнуть Иначе мой клиент не заплатит Вы в самом деле хотите обсуждать это здесь, снаружи? Нет, конечно нет Дайте мне только кое от чего избавиться О боже мой, что эти люди собираются сделать? Ничего хорошего Так Тикс Да, все дальше становится интересней Че? Ага, вот он Эй Вечно одно и то же Почему же я такая неуклюжая? Так Так Серьезно? Ладно А ну-ка Давай, Фейт Я в тебя верю Фу Это использованный носовой платок Келлерман и партнеры Адвокаты Вам стоит успокоиться И не ползать вверх и вниз по фасаду Запомните раз и навсегда Со мной все хорошо Ха Вот ведь упрямиться Что? Я говорю Делайте, что вам заболгородсудится Осматривайте вышку Лазайте по трубам Прыгайте из окон Но не надо после этого Снова ко мне прибегать Как только вам будет плохо Точно не прибегу Тогда договорились Пам-пам-пам-пам Врача я подколол Так Так Обратненько Так Сюда мы не можем попасть А вот это что такое? О! Вот и какой-то факс Разным станциям на платформе Соответствуют разные клавиши Номер один Лаборатория Номер два Архив И так далее Подожди, я понял Что тут еще? О, бумага Взять Текс Ручка Взять Все в хозяйстве пригодится Бумага еще совершенно новая Почему такие вещи выбрасывают? Так, подожди А, я же вроде Фу, какая гад Надеюсь, он мне не понадобится И я Подожди Это инструкция для радиста Эрик Харканен Должен немедленно Пройти на склад Ага Так, а дальше-то че? Ага Так, врач куда-то свалил, да? Если я хочу найти саботажника Мне нужно в рабочую зону Ну, надеюсь Дорога туда обозначена табличками Прикольный музон Блин, музончик прям как Акира Ямаока Блин, музончик прям тащит, ребят Мне прям тащит музончик Музончик прям тащит Бля, классно Мне прям тащит Атмосферка Атмосферка Еэээ Презентация проводится в жилой зоне Что? Презентация Вы же тоже из числа инвесторов, разве нет? Ааа, нет Презентация давно прошла Да? Ого, как летит время А ты уже был на вертолетной площадке? А, чёрт Что такое? В какой-то момент у меня появилось желание работать Но ты опять всё испортила Тебя мой вопрос обеспокоил? Нет, ничуть Я весь день сегодня провёл здесь Бригадир может подтвердить Это он меня сюда отправил Радостного вам творения Да-да Всему своё время Ааа, подожди, мужик Могу я спросить кое-что ещё? Что же? Что ты тут делаешь? Работаю И что? Я сварщик Я свариваю А я не вижу, чтобы ты сваривал Ну ладно, хорошо Сейчас я вообще ничего не делаю Но это не означает, что я ленивый Напротив, просто я гедонист Для меня удовольствие Это отличная почва, на которой буйным цветом цветёт любая работа Но, к сожалению, сейчас никто мне никакого удовольствия не приносит А почему ты не получаешь удовольствие от работы? Это связано с атмосферой и продуктивным рабочим климатом Если я хочу сделать что-то, я должен быть преисполнен внутренним порывом Я должен ощущать энергию пространства, чувствовать радость от творения И сейчас ты её не ощущаешь? Нет, как раз сейчас я чувствую что-то другое Я чувствую меланхолию Дождливые улицы Разбитые сердца в неоновом свете О, как это печально Но, такова жизнь А когда у тебя вновь появится желание поработать? Что значит, когда? Такие вещи не спланируешь Нужно подождать, когда среда станет подходящей Климат, творческая атмосфера в комнате установится И как всё это получится? Если бы я знал, разве я бы тут стоял? Радостного вам творения Да, да, всему своё время Подожди Подожди Сюда мы подойти не можем В камере что-то плавает, но я не могу понять, что это Эм... В камере что-то плавает, но я... Это я понял Эй Доступ закрыт Пока он за мной наблюдает Я туда ни за что не войду Так, хорошо А-а-а... Что у нас тут? Ящик с инструментами осматриваем Чё? М-м-м... Пусто Тогда машинам сегодня придётся обойтись без меня Так Закрыто Закрыто Так Ээээ... Инспектор Гаджет, блин Давай Добрый день Привет У меня есть срочный вопрос к одному из рабочих Валяйте А почему человек в машинном отделении не работает? Первое впечатление может быть обманчивым Магнус один из лучших моих работников С ним просто иногда трудно, когда он работает один К сожалению, у его напарника сегодня ночная смена Поэтому он пошёл перекусить в столовку Будем знать То есть сварщик не любит работать один? Для меня это тоже загадка Почему бы вам не поговорить с его напарником в столовой? Может быть, он откроет вам этот секрет? Хм... Как вам это в голову взбрело? Я была на вертолётной площадке и случайно услышала разговор об этом Какой-то коротышка с лысиной давал одному из рабочих указания Хм... Хм... Минуточку, мне надо подумать У этого рабочего глазной повязки не было? Я этого не знаю Ага Вы просто выдумали себе эту историю Вы хотите, чтобы я начал эвакуацию платформы И вы подгребли тут всю эту лавочку под себя? Нет Это совсем не так Ха-ха Да я просто шучу Но прежде чем я поверю в вашу историю Вы должны предоставить мне доказательства Окей То есть сварщик не любит работать один? Для меня это тоже загадка Почему бы вам не поговорить с его напарником в столовой? Может быть, он от... А, это я понял Пожалуйста Мне нужно знать, где сейчас работает подозреваемый Вы же даже не знаете, кто вам нужен Сначала принесите мне доказательства Потом я вам помогу Окей Я вернусь позже Не беспокойтесь, я буду здесь Так... Покидаем вообще это место, да? Окей Да, я теперь эту... Эту мелодию надолго запомню Так, столовая Погнали Где там чувак сидит Окей. Давай. С Магнусом работать невозможно, урод проклятый. Скажу лишь, что заставить его работать могу только я. Ему динамит в уши вставлять можно. Ему всё равно. А в чём причина? Я просто знаю, как вызывать нужное настроение. А тебе сегодня не нужно работать? Я и так всю ночь вкалывал. С меня довольно. Остается лишь надеяться, что какому-нибудь Эйнштейну не взбредёт в голову идея назначить меня на эту смену. Да завтра он бы не дожил. Если меня вывезти из себя, скажу я вам, я вообще про всё забываю. Это угроза? Не, просто закон физики. Мне нужен невысокий мужчина с лысиной. Может быть, ты его знаешь? Из тех, что костюмы носят? Наверное, да. Тогда я не хочу иметь с этим типом ничего общего. То есть ты никакого отношения к инвесторам не имеешь? И не разговаривал с ними? Да о чём? О погоде? Достаточно того, что эти бонзы решают, кому работать, а кому нет. Я не собираюсь изображать тут радость и бросаться кому-то на шею от избытка чувств. Пусть дают нам деньги и убираются. Ладно. Это всё, что мне нужно было узнать. А как ты заставляешь сварщика работать? Я не даю ему думать. Вместо этого я вызываю у него подходящее настроение. Ты рассказываешь тупые мужские анекдоты? Среди прочего. Кроме того, у меня целый шкафчик забит всякими прикольными штуками. Там для каждого найдётся что-то подходящее. Даже для Магнуса. Дашь взглянуть на шкафчик? Девушка, то, что я храню в своём шкафчике, не должно никого касаться. Просите, не просите, ничего не выйдет. Порнушка, блин. Пока. Чао. Хм-хм. Так, подожди. А-а-а. Обыскиваем. Кто-то пришил сюда кусок ткани с именем. Аполло Лангло. Окей, это он. Так, сааа. Давай пишем ручкой. Я вычёркиваю Эрика Харканена и пишу имя Аполло Лангло. Интересно, получится или нет? Препарированный факс вставляется в устройство. Нажимается клавиша радиорубки. Та-да-да-да. Аполло Лангло, подойдите, пожалуйста, на склад. Повторяю. Аполло Лангло, подойдите на склад. Думаю, теперь у меня есть, что нужно. Так, он ушёл. Да, куртку он забыл. Отлично. Это всё эти ключи. Возьму-ка я их с собой. Так, вот эти ключи мы взяли. Окей. Идём. Туда, куда надо. Так, ну мы уже знаем, что мы кассетку найдём. Не подходит. Окей, какой шкафчик? Три. Не подходит. Четыре. Не подходит. Чё? Первый. Задняя стена обклеена фотографиями. Фотографиями, которые я хочу рассмотреть поближе. Только эта кассета выглядит интересной. Чё? Задняя стена обклеена фотографии. Только эта. Ты её взяла? Господи, ещё и плёнку тяжело взять. Я манал. Так, и какая кассета заиграет? Давайте посмотрим. Ребятушки. Ооо, как она медленно идёт. Это тебе поможет в работе? Вставляй кассету прямо в пластырь. Эбрика, вот оно. Да. Фильтр блокирует. Я не могу её открыть, пока течёт вода. Похоже на рука в какой-то униформе. Здесь стоят две буквы. М и С. Окей. Так, и теперь начальничку можно показать рукав, да? Ти-икс. Да, инспектор. Я нашла этот оторванный рукав. Я вижу. И что? Подозреваемый говорил что-то о несчастном случае. Что машина ему будто чуть не оторвала руку. А что дальше? А этого мало. Кто-то хочет помешать исследованиям водорослей. А ты тут сидишь и пальцами крутишь. А-а-а. Так вот, куда ветер дует. Но... Но я ведь об этом всё время и говорю. Вы никогда не упоминали про исследование водорослей. Теперь это дело предстаёт совсем в другом свете. Элементарно, моя дорогая. Злой энергомагнат испугался. Свенсенова чудо-водоросль проникает на рынок и угрожает сделать все электростанции в мире ненужными. Чтобы помешать этому, он хочет взорвать платформу и уничтожить все результаты исследований. Наконец-то. Ты всё понял. Ах, ладно вам. Вы же это всё несерьёзно, верно? Водоросль очень мила, но она вряд ли сможет убедить кого-то в своей эффективности. Она убедила инвесторов. Потому что Бен Свенсен жульничал во время презентации. Что он сделал? Сейчас я нахожусь непосредственно над базой изучения дельта-водорослей. Посмотрим, как случилась эта катастрофа. А, как ты это пос... Посмотришь-то. Ох, нифига, тут ещё головоломок. О, чувствую, тут покопаться придётся. О, чувствую, тут покопаться придётся. Сейчас посмотрим. Да, я чувствую, ещё и прохождение придётся смотреть. Кошмар. Я чувствую, Earl. К suas metem помinde. П Kiss. Могson. Псих. 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 Платформа останется наверху, пока я не узнаю, что здесь произошло. А, подожди, рычаг. Нажать. Я что-то не сразу заметил рычаг. Что-то подсказывает мне, что взрыв начался с этой трубы. Вопрос в том, что же стало его причиной. На другом конце трубы что-то можно разобрать, но он слишком далеко, чтобы дотянуться. Прицепим рукавицу на указку. Подожди. Интересно, получится так же, как с открывашкой или нет? Я просто попробую. Так. Бутылочная крышка. Хм. Давай. От крышки исходит едкий химический запах. Что-то подобное я сегодня уже встречал, но где? Кроме следов пожара больше... Это я понял. Подожди. Металлическая крышка. Может быть, от какого-то химиката? Фильтру. А где там фильтр? А. Давай. Чем тут только не пахнет. Нет. Если я хочу обнаружить что-то конкретное, тогда мне нужно взять с собой пробу в лабораторию. Угу. Пробка фильтрует все вещества, которые попадают в трубу и выходят из нее. Угу. Так. Ну, бери нож. Угу. Я вырежу немного пробки из фильтра. Так. Теперь лабораторию, да? Давай. Ну, погнали, че. Ну, погнали, че. Дед, с попробуем этой штукой, что ли? Давай. Давай. Дед, с попробуем этой штукой, что ли? Давай. Попробуем. Ага. Устройство обнаружило катализатор горения. То есть пожар был всего лишь несчастным случаем, а? Если я найду следы этого катализатора где-то еще, это может помочь мне восстановить картину преступления. Но где мне их искать? Так. 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 Давай. Минуточку. Правый рукав пахнет почти так же, как бутылочная крышка с водорослевой фермы. Однако прежде чем делать окончательные выводы, нужно провести дополнительные исследования. Очень хорошо. Я просто вырежу часть с этим веществом. Тогда исследовать его будет куда удобнее. Давай. Элиса не говорила, что халат иногда надевает дюв. Ты тут все еще вокруг шастаешь? Как же ты выдержал столько лет без своей любимой водоросли? Дюв, перестань. А мне можно. Теперь мне можно. Когда твой собственный отец начинает копаться в твоих личных вещах и выставляет тебя в глупом свете перед самой большой сплетницей Норвегии, тогда так можно. Чего ты вообще от меня хочешь? Я хочу с тобой поговорить. О чем? О том, что я гей? Все дело в этом? Или ты снова о своей... Да. Я хочу поговорить о водоросли. Я так и думал. О чем же еще тебе со мной разговаривать? Ты ее ненавидишь. Ненавидишь. Можно и так сказать. Ты поэтому саботировал исследование? Бент, хватит! Пусть выговорится, Лиса. Кажется, сейчас будет самое интересное. Что тебе удалось выяснить? Я знаю, что ты только и мечтаешь исчезнуть отсюда. Я знаю, что наша лучшая водорослевая культура две недели назад была уничтожена. Незадолго до того, как начались разговоры об инвесторах. И я знаю, что это не было несчастным случаем. Это был несчастный случай? Нет. Я нашел на станции катализатор горения. Пожар был устроен намеренно. И ты считаешь, что устроил его я? Я нашел то же самое вещество на моем старом халате. На моем халате, который иногда надевает дюв. И что дальше? Это ты или не ты устроил пожар? Ты. Твоей матери было бы за тебя стыдно. Так. Немедленно оба прекратите. Это же все неправда. Нет. Именно потому-то так все и смешно. Это неправда. Это в самом деле был всего лишь несчастный случай. И ты думал, что я... Что это еще за игры? Бент, он прав. Твой катализатор горения – это спирт. После аварии мы использовали его для очистки станции. Я такой же, как и ты. Я никогда о себе не думаю. Никогда. Я ненавижу свою работу здесь. Но я все равно ее делаю. Думаю, теперь все закончится. Оставь нас, пожалуйста, на секунду одних, Бент. Я с ним поговорю. Фэй, давайте уходить отсюда. Я ошибся. Нет никакого заговора. Есть! На водородной башне кто-то установил бомбу. Что? Откуда? У нас нет времени. Пойдем. О, Боже, вы были правы. Хватит тут стоять и тупо пялиться. Хватайте его. Я найду способ обезвредить эту машину. Я поймаю его. А-а-а. Он что-то туда пошел или куда? Хм. Интересно. Так, подождите секунду. В обратном. В обратном. Охренеть. Та-а-а. Как вернуться? Раз. Два. Три. Четыре. Открывай. Ну. Что? Куда он делся? Че? В смысле? Оставьте меня в покое! Никто бы не пострадал, если бы вы не... А-а-а! Ладно, только сохраняй спокойствие, Бент. Хм. Тут нет никаких проводов, которые можно было бы разрезать. Зато саботажник нацарапал тут какие-то числа. Может быть, у меня получится прервать процесс воспламенения, если я буду перемыкать контакты бомбы. Пока показания не будут соответствовать нацарапанным числам. Это довольно рискованно. Ну, что мне остается в такой ситуации? А-а-а... Чего? Блин, я... Сколько красных... Так, красный квадрат на полу считается за единицу. Че? А я откуда знаю, как это работает? Так, подожди. Один, 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 это как? И я нифига не понимаю, как работает эта хрень. Красный, это один, жёлтый ноль, я понял. Соб, подожди. Ну... Тут вообще какая-нибудь связь есть? Нет? Или всё-таки есть? Скажите, что есть. Эм... И как это должно работать? Пять... 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 Чё? Серьёзно? И, наверное, вот этот? И чё? Красный на два квадрата... Жёлтый... Красный на два квадрата делает оба квадрата красными... На левом нижнем углу... И всё... И всё... И... 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 Желтого в левом нижнем углу Стоп, подожди Подожди, а какой к какому должен прийти? Ну, допустим Вот так А они что, пересекаться вообще, что ли, не должны, или что? Почему какая-то странная закономерность Мне просто интересно Ну, допустим, мы Красный с красным, что ли, или что? Что-то я Ни хрена ничего не понимаю Три на три Ничего не даёт, да? Четыре четыре Блин Четыре четыре Пять пять Так, подожди, а какая должна быть вообще закономерность? Не хватает одного желтого переходника В левом нижнем углу Его нужно поставить для полного Так, не хватает одного желтого переходника Серьёзно? Так, подожди Нет И всё? Три-один Стоп Стоп Ну, это, конечно, трэш И чё, типа, остальные красные, что ли, ставить, или что? Красные на два квадрата разных цветов Ага Ага Ого 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 Валя Ого 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 Чего? Подожди, а как это построиться-то должно? Ну, я чё-то нихера не понимаю. Чё за бред? Тридцать пять, а как тридцать пять-то поставить-то? Чё, жёлтый, что ли? Тридцать пять... А-а-а, какой должен быть... Тридцать пять... 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 Как это все соединять? Красный топа и чо. Я чо-то нифига не втираю, не понимаю вообще. Чо за бред? Как это работает? Господи, я слишком стар. Для этого всего. У меня даже нету этих мыслей вообще, как это все решить. Еще три главы. Мы даже еще пятую главу не закончили. Но вот если бы напряга не было с этой бомбой... Мне просто интересно, как эта политика решается. Теперь надо подождать. Капец. Просто реально офигеть. Хм... Тридцать один. Блин, еще бы не грузила так долго, блин. Так, подожди. Интересно, мы на какой серии седьмой? Не, вряд ли, наверное. Блин, еще бы не грузил так долго этот... Интернет. Понятно, я так и понял, это еще далековато. Так. Точнее... Рановато. Ну, квест, конечно, интересный. Тут, в принципе, не поспоришь. Довольно... Интересно сделано в стиле мультика. Вот это все сделано. В принципе, прикольненько. Так. Ну, наверное, приблизительно где-то в серии либо одиннадцатой, либо десятой. Просто я еще не знаю, сколько времени убивает прохождение другого чувака. Но я, в принципе, так и думал. Так, это, наверное, получается... А где же там бомба? Так, 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 так. Угу. Угу, угу. Даже уже серия двенадцатая. Тринадцатая. Обалдеть. Угу. Так, понятно. Смотрим. Подожди. Понятно, это уже даже серия тринадцатая. Это вообще уже чуть-чуть осталось. В принципе. Так, сейчас. А-а-а-а-а-а. Налечего-чего. А-а-а. А-а-а-а-а. Подожди, что? Жёлтый. Красный. 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 Жёлтый. А дальше, подожди. Жёлтый. Стоп. Куда его там пихать? Жёлтый. Жёлтый. И чё? Подожди, последний. Так, какой будет? Сейчас цвет красный. Нет. Подожди, остаётся жёлтый. Нет. Подожди, а какое же ты до решения? Офигеть. Чувак тоже не смог пройти. Эту хрень. Офигеть просто. Чувака просто тоже взбесила эта хрень. Блин, офигеть. Просто офигеть. А прохождение от одного чувака просто реально тоже... Блин. Ну, мне прям до жопы интересно, как это пройти. Блин, реально главу чуть-чуть осталось пройти и... Остаться на этом, это вообще капец какой-то. Надо прохождение сейчас другое смотреть. Не только... То, которое мы привыкли смотреть, а именно другое искать. Вот либо квест-зон посмотреть надо, либо квест-тайм. Скорее всего, у них что-то будет. Потому что, в принципе, я этому сайту доверяю, в плане того, что... В принципе, чтобы интересно было. Так, это с какой главы? Шестой. Ага, то есть... Надо, конечно, и не забывать об этом смотреть. Потому что, в принципе, тут логично всё показывают. Так, а как это проходится? Так, подожди. Так, стоп. Что? А-а-а! Блин, я не ту главу смотрю. Да какого хрена? Я же двойку нажал. Вы издеваетесь? Блин, серьёзно? У меня что-то троллит прохождение. Ну, наконец-то, блин. Так, подожди. Красный, красный, красный. Жёлтый, жёлтый. Жёлтый. А-а-а... Пишет жёлтый. Стоп, что? 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 Чё-то я нифига не пойму. Подожди, а почему у него тройка? Почему... Почему 120? Э-э-э... Я думаю, может, имеется в виду... Нет. Нет. А-а-а... А как нам получить 120? Почему у меня ноль? Да, блин. Какого хрена? Нет. Ну, у меня почему-то... Чё за херня? Почему прохождение... Так... Э-э... Та ёб... Простите. Это вообще какой-то трэш... Это, короче... Какая-то трэшня, я серьёзно говорю. Я первый раз вижу, чтобы... Э-э... В прохождении... Был такой какой-то... Неприятный казус. Блин. Чё за хрень? Так, подожди. У меня сейчас просто бомбанёт. Они говорят, это одно из решений, но оно ни хера не работает. Я в шоке просто. Я просто в шоке. Я просто понимаю, что... Это трэш. Чё-чё, блин. Убрать... Этот... М-м-м... Ноль-два... А почему... Двести тридцать один ноль... Ноль-ноль... Подожди... М-м-м... Осталось поставить красный... Переходник... Между двумя красными... Между двумя красными... А-а-а... Так, какой переходник? Подожди. Нет. А, подожди. Нет. Жёлтый? Чё за... Какого хрена? Так, подожди. Внимательно изучаем, чтобы всё было... Верно сделано... Двести тридцать один... А почему... А почему у меня как-то не так? Подожди. Чё? Или ты имеешь ввиду... Нет. Ты имеешь ввиду красный между... Да чё за... Так, подожди. Чё там пишется? Осталось поставить между двумя красными в верхнем... Ряду... А-а-а... Между двумя красными в верхнем ряду... Между двумя красными... Между двумя красными... Не ставится. Ну, конечно. Было бы слишком просто. Ни хрена. Ни хрена. Да, просто вот реально. Красный. Желтый переходник, применяемый между двумя красными, делают. Да, было бы так просто. Да. Да, я, может, имеется в виду. Нет, нифига. Не хочешь, да? Так, а там какая буква была? 03420? Красная, 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 желтая. Смотри. Желтая. Ага. И какая была перекрыта эта, получается, желтый цвет? У меня бомбёжка сейчас начнётся. А как это работает? 03420? 03420. А как я тебе тройку получу, дебил? Подожди. 03420, блядь. 03420. О, получил, блядь. И чё теперь, блядь? Нет. Подожди. 03420. 03420. 03420. Окей, подожди. Нет. А чё, желтый цвет, блядь? Нет, ничего не даст, да, блядь? 0,2? Нет, нам 0 нахуй не нужно. Подожди. Красный. Нет. Как четвёрку получить, блядь? Нет. Как четвёрку получить, блядь? Двёрку, блядь, получить. Это двойка, блядь. Оооо, факин гад. Какого хрена? Ооо, факин гад. Двадцатку мы получаем, да. Угу. Нет. Тройка, двойка. Чё, красного цвета, блядь, не хватает? Да нет, нам тройку. 120. М-м-м. Ну, а что тебе, блядь, сейчас не устраивает? 0,3, 420, блядь, прям совпадает, нахуй. Блядь, просто класс. 120. 120. Один. Ну, 120, ой, 120. Нет, подожди, 120, 120, это как? Нет. Нет. Ну, я так и сделал. Ооо, там написано, что сделайте, и чё. Он ни хрена ничего не делает, вот серьёзно. Как это решить? Чё-то первый вариант вообще не прокатывает. Ноль. Нет. Ноль. Двойка. Нет. Нет, желтый цвет. О, блин, 120 нахер. Нет. 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 Я в курсе. Я в курсе. Я в курсе. Подожди. Я понимаю, в общей сложности, что должно. Допустим, желтый цвет. И девица, блядь. Так, подожди, а сколько там? Допустим. Допустим, желтый цвет. Ну, методом тыка вряд ли Чё-то Сделается Капец Я просто мучаюсь С этой хернёй просто Не, с этим, походу, полная жопа Всё, что описывает, это полный трындец Ладно Я не могу сам это пройти Эй Чё-то прям подзависло всё Короче Жесть Лично я не могу Отпусти Чёрт, да отпусти же ты уже Пусти меня наверх Потом я тебя вытащу Ты рехнулся Чёрт, ты что делаешь? Спасаю нас обоих А теперь ты Фей, поля водорослей Поля водорослей горят Глава шестая, Атлас, часть вторая. Во. Глава шестая. Вперёд. Вперёд. Хрен прошли как надо, блин. Вперёд. Печально это всё. Ладно, я думаю, на этом, дорогие друзья, мы закончим. Я думаю, что уже в следующий раз, скорее всего, у нас будет финал. Вот. Ну, а с вами, в принципе, был Казоку Фэмили. Всем арригато, что смотрели. Ребятушки, мы посмотрим, чем это всё, скорее всего, закончится уже в следующий раз. Потому что я с бомбой замучился. Серия была прикольная, интересная. Но бомба это вообще трэш. И если бы нельзя было головоломку пропустить, я даже не знаю, даже в прохождении другие ютуберы просто пропускали. Потому что непонятно, как эта херня работает. И не только я. Ну, ладно. В общем, всем спасибо, что смотрели. А всем до новых встреч. Всем всего хорошего. Всем Джаны. Джаны. Пока-пока. С вами был Казоку. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok